так я вот запустил картинку в инстаграм и написал что начинаем и запись седьмого выпуску седьмого выпуску подкасту до 7 выпуск слушая неплохо ну если бы мы наверно не видпочивали вы было бы уже побольше ну кто-то слышались последний раз то мы слышались когда я еще даже не ездил никуда а на сегодняшний день уже пару раз я в карпаты сгонял шоктовит почувал ты не видпочевал нет у меня не получилось отдохнуть я к сожалению подряд своей какой-то рутине и ну если судить по моей рабочей странице то можно увидеть результаты труда мне кажется что когда я был в карпатах ты был у родителей во львове да я был но я был всего два дня то есть я вырвался на два дня поздравить маму с днем рождения моей маме исполнилось пятьдесят четыре года и я не мог пропустить это да спасибо я не мог пропустить это событие и плюс так как-то странно получилось что на протяжении последнего времени я с отцом своим достаточно регулярно виделся с меня родители вместе но как-то отец ко мне приезжал помогать там с ремонтами там или еще что-то с матерью я не виделся с до к видных времен то есть получается вот так и как бы этот при приезд был очень конечно краткосрочный всего два дня там просто не получалось по-другому но он был очень насыщенный то есть мы за два дня столько всего успели и попутешествовать и на скалы долбуша съездить и там шашлыку дома пожарите рыбу покоптить и в лес за грибами сходить то есть мне очень понравилось я надеюсь сейчас разгрузиться немного и поехать уже на подольше потому хотелось бы как-то и в мукачево съездить вот у меня родители просто живут 80 километров от львова это австрийском районе австрийском районе и оттуда как бы очень легко куда-то прыгнуть там до морщина полчаса еще куда-то поехать на машине плотца машина есть поэтому можно в принципе разгуляться там же железная дорога там да кстати кстати стри вроде даже там станции там есть да есть станция и вообще есть очень крутой маршрут стрим мукачева электричка конечно убогая электричка вот эта старющая но она идет днем через горы идет два там с половиной три часа и это красотища и аду ку проезжает наверно в ворохте да 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 я кстати все хотел тебе написать ней чеки вот эти все да это круто я хотел тебе написать чтобы ты проехался на это электрички а потом увидел построить что вы все на машинах и подумала что это будет глупый совет и нет смысла это писать просто не это наверное интересно знаешь там залышите машину на какой-то стоянке и мотнуть например ну вот если останавливаться где-то там мотнуть там до мукачева на приклад а хотим повернуться назад это у тебя как это еще после поездок не адаптировался что у тебя украинские слова проскакивают или ты наоборот хочешь по-украински разговаривать и не это я хочу по-украински разговаривать и а так как немая мовного средовища я створю его 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 соби сам наприклад голосовые поведомлены в телезе в телеграм я наговорю украинскую тем друзьям которые меня близко знают я бы сказал вот так вот кто не будет меня там тыкать и смеяться и соответственно таким образом я стараюсь хоть как-то прокачать себе разговор на украинской потому что ну тут действительно нет никакого примера нет никаких людей рядом вот мы в моем как это называется от очень немая украин украина мовных каких-то там друзей короче вот все здесь разговаривают на русском языке и сложно украинскую я стараюсь писать ну так как еще и по работе я пишу переводчики где-то что-то кого-то переспрашиваю и так далее и как бы знаешь зрительно я уже как-то улавливаю где скорее всего не так тут вот что-то там не то бы не подходит но как бы уже более-менее прокачиваясь как это будет звучать сложно даже когда ты в google вбиваешь и включаешь голосовой транслейт такую херню говорит и поэтому приходится вот слушать слушать а когда ездишь туда соответственно там проще и там даже как как катаемся да по украине ну и например если там ты дико коряво будешь разговаривать украинскую на тебя даже никто внимание обратить потому что там столько примесей других языков в украинском море что ну как бы все нормально ну конечно вообще на западной украине а тут где-то в черкассах например или там ну вот в черкассах да там я заметил а он прям такой да это центральная украина где прям такой какой-то литературный украинский но там по-любому будут смотреть типа что-то такое мелишь блять в николаеве это вообще как-то это но непривычно то есть тут ну вот только на кассах в магазинах они говорят это не все знаешь чаще всего здравствуйте и тому же ты сам уже такой добрый день особенно когда приехал с запада ну и как бы вот разговаривать там с продавцами меня уже получается но хочется же большего ну и я сейчас так да я говорю когда очень большие паузы делают потому что знаешь подбираю слова подбираю слова перекручиваю ну и скорее всего я все равно я же думаю российскую пока и мне приходится быстренько переводить на ходу слова чтобы подбирать когда я надеюсь научусь думать украинскую будет проще ну блин просто у меня с этим особых проблем нет потому что я с родителями разговариваю украинском языке потому уже вы живу в харькове и окружение у меня русскоязычное разговариваю на русском языке и как бы я не вижу вообще никаких проблем ну то есть как бы я не хочу себе бить в грудь и делать из себя какого-то диванного патриота знаешь и как-то пока показушно показать что я перешел на мову просто потому что я всегда говорил на украинском языке и я не бачу в тему никаких проблем то есть у меня я родился на западной украине у меня в паспорте написано львовская область стройский район пгт до шавы поэтому бабушка дедушка западная украина у меня всегда было украиноязычное окружение просто так совпало что при украине отец еще при советском союзе был кадровым офицером когда украина стала незалежную отца распределили в крым и в крыму я уже познакомился с русскоязычным средовищем и в крыму я пошел в садик малым и и в садике еще по-украински разговаривал но так как все вокруг говорили по-русски то мне пришлось быстро адаптироваться обучиться чтобы меня ну как минимум понимали как максимум не засмеивали потому что возможно такое было но я смутно помню это время и получалось так что мы в семье говорим по-украински а там в школе у меня обучение было по-русски ну то есть на русском языке и там и вокруг ну то есть крым всегда был русскоговорящим как чтобы тут не говорили крымцы украина но как бы есть факт ты приезжаешь крым большинство говорит по-русски да проскакивает где-то может украинский язык там или татарский в том числе но как бы основной всегда был русский это как бы с этим ничего не поделаешь и как бы я вообще подумал так может если ты пытаешься может в виде эксперимента попробуем там следующий подкаст полностью на украинском записать то есть я буду на мове и попробуем и плюс як потом переслушал замечу у себя какие-то ошибки потому что я хоть и разговариваю с мамой там по телефону достаточно регулярно на украинском но все равно практики мало потому что вокруг меня в большинстве случаев тоже русскоязычные окружения и как бы какие-то слова в моменте забываются ну как точнее как не сразу всплывают в голове то есть словарный запас немножко теряется но когда я приезжаю туда в гости например там один день стоит потусоваться и уже я флюинт украинян круто я не не против совсем давай зробим отца я просто я просто думаю как то наоборот к тому что мне это очень очень на руку я знаешь я изначально ну такой типа ну надо учить ну надо как-то учить ну когда-нибудь вот это вот надо учить я вот тут вот все равно я вот это пишу нас чаще всего знаешь даже писал через google переводчик на телефон я давно перевел на украинскую мову он мне там подсказывает то 9 знаешь там иногда там где-то что-то написать но потом устал уже стараться типа вот вот сам писать уже без google переводчик а потом в гугле я перевожу то что вот ну реально я не знаю как как правильно сформулировать предложение там что-то подкидываю это смотрю что он не переводит и понимаю что он там тоже косячит как бы да я там меняю русское слово потому что я понимаю как должно выглядеть украинское просто чтобы мне орфографически правильно бы показал вот и а по поводу разговорного блин ну для меня это пипец как стремно то есть я даже дома когда даже там жене говорю типа может быть спробуем там дома разговаривать украинскую и я просто хожу по дому и молчу скажу и будет как-то не так знаешь а путем как-то вот вырешив еще треба я просто я просто к чему вел может не стоит пугать сразу наших слушателей то есть мы например сейчас с тобой решим что восьмой подкаста чисто украинский к примеру и как бы там уже будут люди подготовлены что он будет экспериментальный что он будет дичайшим суржики с моей стороны с какими-то там вкраплениями непонятных вообще акцентов как я не знаю ты видел я сейчас пытаюсь записывать презентации товара украинской мовы но это смешно ты мне скидывал какой-то ролик я я поугарал да да это смешно но опять же там большая часть людей говорит что в этом есть какая-то своя фишка короче то что типа не теряй вот этот там есть какой-то там акцент момент ну короче тут надо вот над чем больше буду говорить тем быстрее научусь говорить вот и поэтому я сейчас решил что наш там все равно я какой-никакой блогер да у меня есть там какой-никакой youtube там мы занимаемся подкастами там что-то еще плюс у меня есть там instagram вот эти вот там какие-то аккаунты и почему бы не выходить в них на люди да и не разговаривать украинскую пусть будь я и я кое украинскую главное что надо начать короче а потом как это она пойдет ну я по-любому если я буду этим заниматься и не откладывать в сторону но она она будет получаться так что экспериментально записать подкаст я только за я понимаю что это будет сложно и подготовиться к нему невозможно я же не могу получить все темы о чем мы будем говорить чтобы там читать с листа к примеру да там или там а как сказать это просто помню когда-то пошел на бескоштовные курсы украинской мовы наверно года четыре назад и там надо было рассказать о себе я этот текст тупо заучивал дом ушел по улице учил что я скажу и знаешь когда тебя там что-то переспрашивает по ходу текста ты хлоп и упал короче все ты не можешь ничего сказать и даже забыл то что выучил сейчас как-то попроще сейчас я могу рассказать о себе но туда я перестал ходить потому что почему-то вот эти курсы ну может быть потом они стали другими но вот в тот момент там были одни тетки такие прям тетки такие ну я не буду говорить как они выглядят ну короче вот кухня телевизор новости вот это вот все и вот они вот это вот обсуждают я там один такой знаешь это блин мне как-то это но просто мне не интересно с ними было вообще о чем-то говорить а тем более там учить украинскую и я что-то решил что я пока не буду ходить и перестал а сейчас вот опять появилась мысль что надо поднять этот вопрос они в николаеве эти курсы вроде бы как еще есть и походить как знаешь спикинг клабы есть вот пришел и разговариваешь да да ну в принципе неплохая идея тебе просто ты же сам говоришь что хочешь больше в среде находиться и тебе нужно просто найти эту среду скорее всего она где-то есть николаеве этот я пока я мне это мне это мне это интересно как это рассказал там ну там строить там из себя патриоты там еще же ну у меня не так но как я приехал из другой страны я живу здесь мне нравится здесь жить и соответственно мне нравится культура история этой страны мне нравится ездить по этой стране по этой стране изучать географию города знакомиться с какими-то скультурным наследием ценностями традициями и для расширения кругозора опять же да ну надо знать ридну мову так как она откроет больше больше для меня всего вокруг плюс я смогу спелкувать со всеми да и блин ну и мне нравится подавать пример да чтобы кого-то эта штука укусила знаешь типа вот ну чтобы люди которые живут здесь и стремаются разговаривать ридной мовой посмотрели что есть люди которые приезжают с других стран и им в школе не преподавали украинскую они разговаривают ну месседж очень простой на самом деле надо не бояться ошибаться потому что с языком как бы по-другому не получится надо говорить говорить и наговориться в какой-то момент так чтобы уметь просто в моей ситуации то что язык был с детства вокруг меня это мне на самом деле очень помогло в той же школе потому что в крыму сам понимаешь преподавание украинского языка в школах ну такое слабенькое ну то есть она была там пару уроков неделю и как бы не все к этому серьезно относились и не всегда учителя к этому серьезно относились но лично у меня были хорошие достаточно учителя и прикол в том что из-за того что у меня была база то я помню с класса седьмого как начал участвовать в олимпиадах по украинскому и там еще каких-то конкурсах имени патрио яцека был как такой меценат который вот у нее есть еще конкурс его имени за победу в конкурсе тебе какую-то стипендию потом выплачивают ну я вот из-за того что у меня была какая-то база я в этих конкурсах побеждал я вот помню что условно восьмом классе мне в 1 месяц приходила какая-то стипендия за то что первое место выиграл блин я не вспоминал это давно знаешь есть какие-то воспоминания на задворках памяти которые как бы всегда с тобой ты их не забыл но как-то никогда не было повода вспомнить это и я достаточно редко обсуждал вот такие моменты ну то что у меня украинский язык всегда со мной как бы то есть меня многие воспринимают и уже знают как крымского пацана ну то есть и крым и воспринимают тоже как свою родину то есть и западная украина моя родина и крым моя родина я там вырос и люблю крым вот конечно все события эти это конечно все грустно но как бы это не мешает мне продолжать любить крым как место где я вырос вот и ну в общем вот эти воспоминания всегда же были на задворках тут я вспомнил то есть где последние лет десять наверно не вспоминал что в этих конкурсах участвовал в общем прикольно до конкурса были имени патро яцека вот это участвовал куда денежку мне приносили до 1 месяц перед всем классом классуха мне вручала конверт с какой-то суммой деньгами да с деньгами потом какая-то символическая сумма условно было но даже на то время типа гривен 50 это было для школьника ничего себе окей смотри шо я сейчас подумал кто такой рассказываешь и такой думаю а давай с тобой сейчас поговорим о чем о чем о том что у нас произошло с тех пор пока мы не слышали и начнем с тебя так но у меня взял такой все воспоминания обосрал короче такой хватит рассказывать про школу и училок давай рассказывать что у тебя произошло из свеженького ну честно я как это сказать погряз в какой-то этой рутине потому что сейчас так сложилось что на данный момент почти всем занимаюсь я сам ну почти всем и вот именно запуск бородатой линейки то есть я как бы организовывал сам практически и вот из-за того что как бы трудно планировать процессы то есть ну когда ты не делегируешь что-то как-то сложно сопоставить ну сложно понять что ну точнее сложно принять то что некоторые процессы ты не можешь делать параллельно то есть ты почти всегда все делаешь последовательно из-за этого я когда ставился какие-то дедлайны я понимал что я неправильно их ставлю исходя из своей ситуации поэтому я мы когда с тобой все развязывались я говорил да вот скоро уже запущу новую линейку и вот и запускаю и сейчас то есть у меня сейчас глобальный проект по перезапуску всей бородатой линейки в ассортименте я придумал и Денис мой дизайнер реализовал крутой дизайн я сделал коробочки я сделал новые инструкции компактные более информативные на трех языках русский украинский английский то есть там заказал новые баночки там наклейки заказал с премиальной ламинации но то есть я подготовился максимально а потом начал упираться в то что многие вещи зависят не от меня то что я завишу от всяких поставщиков а нас в украине как крайне мере у меня сложилось такое впечатление что людям лень зарабатывать деньги ну то есть я плыву да есть я вам плачу деньги вперед там или или по факту выполнения работы то есть логика такая чем быстрее ты выполнишь свою работу тем быстрее ты получишь деньги да но чаще всего так и все равно люди ленятся как будто им не нужны эти деньги и откладываются сроки поставок все затягивается я экстракты у меня еще фишка новой бородатой линейки что все продукты усилены c2 экстрактами и получается что я экстракт эти ждал две недели там какие-то моменты дают эти экстракты но вообще как бы они я с одной стороны раньше думал что вот этот вот вот эти c2 экстракты это типа с одной стороны маркетинг да ну то есть прикольно иметь такой маркетинговую фишку типа знаешь такой у меня в составе есть c2 экстракты там все такое и выпендриваться в этом но по факту это растительные экстракты которые вот где сделаны экстракции типа углекислогазом и у них есть определенный позитивный эффект на кожу на волосы и так далее это активные компоненты достаточно безопасные и вот получается ну этот экстракт ну если так какую-то метафору провести но это по факту растения в чистом виде понял то есть вот все что в нем есть питательное то есть около там ну не сто процентов процентов 90-95 всех активных компонентов которые есть растительном сырье вот они вот там витамины какие-то микроэлементы и так далее в конкретном растении вот они есть в этом экстракте поэтому у них очень небольшой процент ввода в косметику то есть это с одной стороны это маркетинговый тренд то есть это типа говорит о том что это экопродукция и так ну и так далее сейчас живут есть тренд на эко какой-то на переработку вот плюс плюс кроме этого у них есть позитивный эффект то есть это активный компонент который положительно влияет на кожу волосы там и так далее плюс из-за того что маленький но они концентрированные маленький процент воды они очень экономно расходуются понятно ну то есть это в общем вот активный компонент который я у меня в каждом продукте свой экстракт ну например в в бальзаме tropic который был летний стал tropic там экстракт малины то есть и то есть я раньше использовал просто масло малины малиновых косточек если быть точным я решил добавить этот экстракт он оказывает защиту от ультрафиолета то есть spf дает то есть борода будет меньше выгорать то есть вот этот экстракт он оказывает вот это положительное действие вот кроме там прикольно кроме того что там есть стимулирующий эффект то что кожа более упругая и бла-бла-бла то есть это как бы все-таки словак но вот самое главное что он дает защиту от спф например в зимнем бальзаме который станет nordic ну на осень я буду его запускать там будет c2 экстракт если не ошибаюсь имбиря имбирь оказывает как защитный эффект так и согревающий то есть чтобы борода не не обмерзала и чтобы кожа восстанавливалась за счет вот этого легкого согревания то есть вряд ли это согревание будет ощущаться на коже но будет стимулирующий эффект определенный и кожа будет все лучше чувствовать после холодной какой-то погоды горло попало ну в общем вот такая фишка поэтому я решил подойти серьезно к новой линейке и по добавлял их классно ты же и вот уже почти доделал начинаешь презентовывать да я презентую потихоньку я уже презентовал бальзам tropic который заменил летний вот перед нашей записью я презентовал бальзам classic обновленный и его парфюмированный видео да я пост делал в инстаграме вот за полчаса где-то до нашего созвона его парфюмированную версию я запустил и вот на днях анонсирую новый продукт в принципе это не секрет это будут баттеры для бороды и потом у меня есть они уже да я тебе их прислал не знает что у него там есть я просто коробочка не открывалась да 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 я тебе прислал я тебе прислал tropic я тебе прислал classic эти прислал парфюмный и два вида баттеров баттеры на следующей неделе до баттеры либо концу недели бы на следующий анонсирую они уже готовы стоят просто как-то я не совсем понимаю как работают алгоритмы инстаграма и не хочу все подряд постить хочу с какой-то интервальностью они работают так как ты их приучил то есть вот с какой интервальностью ты постил ну вот такой и пость если ты вообще ничего не постил ну хотя бы там не лишку чем более чем один раз в сутки потому что но если ты будешь накидывать больше ты сам себе создашь конкуренцию между своими публикациями ну и как какая-то зайдет лучше а какая-то останется незамечена вот я как-то так тоже подумал ты мне когда-то это говорил в личном разговоре что посты могут конкурировать и я решил что пока что интервальность будет такая либо раз два дня ну то есть чтобы не чистить да и чтобы немножко посидеть знаешь более допилить текст потому что все тексты я пишу сам и хочется как-то более красиво все это оформить у меня сейчас цель такая туда и в написании текста в том числе и в самой линейке делать все более лаконично более доступно и понятно ну то есть меньше слов больше больше смысла и вот новая линейка в чем ее основная еще фишка что она наконец-то комплексная в чем был прикол раньше раньше когда я начинал я начинал с одного продукта потом появлялся другой и по мере моего как бы роста моего опыта и я узнавал что есть какие-то новые продукты или еще что-то я придумал что-то новое и просто я добавлял в линейку то есть не было не было какой-то комплексности не было какого-то знаешь видение сверху то есть я там запустил сначала микстуру для бороды потому что я ее придумал и такой о микстура неплохо идет а вот на западе бальзамы есть а у нас я гуглю бальзам для бороды купить там украина а в украине такого нет это было еще году в четырнадцатом да то есть я в сентябре четырнадцатого года запускаю бальзам для бороды и а потом у меня уже начала фантазия работать то есть я аналогов на тот момент не видел в мире я придумал тогда летний бальзам и зимний потому что подумал о а прикольно если будет какой-то сезонный бальзам который будет продаваться в сезон и просто будет разнообразие по ароматам там и так далее потом я придумал эту фишку что защита там от ультрафиолета потому что светлые светлые бороды выгорают а зимой есть дискомфорт что бороды замерзают ну короче вот это я придумал и такой о круто потом потихоньку что-то докручивал допиливал но это все выглядело знаешь просто деревца на этикетках с каким-то описанием а сейчас мы придумали уже комплексный дизайн и то есть если ты все баночки в ряд поставишь ты такой ну это полноценная линейка которую мы назвали bearded seasons или бородатые сезоны потому что у меня есть какая-то фишка с этими что у меня много сезонных каких-то либо микстура день микстура ночь вот баттеры я назвал восход и закат sunset sunrise то есть у меня сейчас чаек напомнило ну в общем у меня есть какая-то типа сезонность я решил ее придерживаться это прикольно а по факту сезонность это отображает в первую очередь какое-то настроение продукта и у некоторых продуктов да есть фишка своя в сезон у тропика будет фишка что да летом защищает от ультрафиолета но при этом если тебе хочется тропиком пользоваться зимой почему бы и нет солнце светит круглый год и ультрафиолетовый здесь круглый год то есть если тебе нравится запах текстура продукт будет все так же увлажнять питать там и быть таким же то есть и то же самое зимним бальзамом который станет nordic будет та же фишка потому что он самый плотный самый укладывающий бальзам если тебе он нравится почему бы тебе летом не уложить бороду зимним если тебе нравится хвойный аромат и так далее просто есть люди которым нравится хвойный аромат и почему бы зимой не воспользоваться хвой просто типа летний который тропик он такой свежий ваниль на лимон так или ваниль на цитрусовый такой типа тропический какой-то такой эгэй давай тусить на солнце вот такое какое-то настроение он должен передавать человеку вот но все бальзамы будут круглогодичные просто у какую есть какие-то фишечки у каждого вот я сейчас вот это все что новое это тупо линейка над которой я знаешь я засыпал с ней просыпался потому что невозможно об этом не думать еще у меня что-то эта фишка сейчас заморочки с этими ароматами я же сильно стал на запах заморачиваться еще же параллельно вот этот сайт проект что я девочкам помогаю ароматы для диффузоров делать и у меня все вокруг вокруг у меня на работе все пахнет у меня куча пробников всяких отдушек всяких компонентов короче всякой херни просто мне все столы заставлены маленькими пузырьками которые можно понюхать ну это жесть то есть и теперь вовка парфюмер но я не готов не готов себя так называть я считаю что я работаю достаточно на примитивном уровне то есть я занимаюсь банальной комбинаторикой то есть я комбинирую прямые ароматы и базы какие-то но при этом мне кажется что я достаточно скромно выражусь но у меня есть какой-то свой внутренний вкус который может не всем нравится потому что я люблю цитрусы я люблю там теплые ароматы но вот мой вкус проявляется в этих ароматах ну в продуктах то есть то есть я люблю не сильно ядреные ароматы люблю свежие люблю пряные и вот это все проявляется но как бы сейчас просто с опытом я стал делать более комплексные смеси вот так если можно сказать то есть я раньше брал просто смешивал прямо такой ну возле усов мятый бергамот я беру мят ту смешу смешиваю с бергамотом и вот вам типа свежий аромат да вот вот так пахнет мятый бергамот а сейчас уже сложнее типа я такой ну вот мятый бергамот а можно еще пару капель эвкалипта добавить а можно еще там вербенки капнуть и она будет потом на фоне где-то отсвечивать уже в долгосрочном периоде потому что вербена насыщенная и стойкая я такой а ну попробуем смешал класс делаем ну то есть просто чуть чуть сложнее чуть комплекснее но из-за этого интереснее и сам запах но интереснее мне имел ввиду но и сам запах становится интереснее потому что ты такой чувствуешь основные ноты такой так это мятый бергамот и что-то как будто еще есть что-то неуловимое и что ты не можешь опознать и вот эта неуловимость она добавляет интереса аромату я поэтому знаешь на кураже такой сейчас я очень восторженно об этом говорю потому что мне это очень нравится на данный момент то есть я возможно возможно придумаю сейчас новые какие-то ароматы перегорю в какой-то момент и буду я не знаю в херне страдать но на данным вот не классно когда горишь прямо это офигенно но сейчас вот так я тоже горю и как бы завершу свой этот этап чем я занимался у меня было две небольшие поездки и как бы скорее они были очень скомканные и я не у меня не получилось там как-то отдохнуть и прям знаешь вернуться с новыми силами то есть как-то я просто все время значит надо ехать еще конечно и надо ехать на подольше но когда это будет я не знаю потому что кроме запуска бородатой линейки у меня еще есть основной ассортимент и как бы позиции имеют свойство заканчиваться а я же а из новостей еще самая главная новость чем я несказанно рад это приехали документы и санэпидемстанции я получил выставки по тату линейки я я там перезапустил пару позиций обновил составы тоже без особой помпы подал на экспертизу и это делалось пару месяцев сейчас процедура усложнилась с приходом новой власти ну там зеленского еще когда-то и так далее поменялось немножко законодательства процедура получения усложнилась стало дольше все это и дороже и как бы если раньше я мог получить там условно за две от двух до четырех недель то теперь от четырех до восьми недель собственно за две за два месяца мне сделали все это и относительно недавно я постил stories не знаю видел ты или нет с такими документами с гербами украинскими там и так далее что наконец-то я получил документы на тату линейку новые то есть у меня были эти документы по старому законодательству они закончились в мае этого года они даются на пять лет и вот я сейчас получил новые документы на пять лет и у меня тату линейка вот оформлена ну то есть это было для меня тоже радость какой-то небольшой этап и вот сейчас бородатая линейка будет проходить ту же стадию то есть я опять подам документы подам образцы на экспертизу и буду ждать два месяца или там сколько получится и бородатая линейка тоже будет с новыми документами круто да у меня все крутится вокруг работы к сожалению ребят дорогие слушатели извините я гребаный трудоголик все мы такие самом-то деле ну а меня по-другому все да у тебя карпаты ну почти да но у меня вообще я не знаю вот на данный момент блин мы давно до не общались но как-то так получилось это скорее всего вот организм требовал и мое внутреннее состояние и состояние там внутренние в семьи меня жены что нужны были какие-то эмоции до нужна была какая-то перезагрузка если мы вам вспомним какой я был весной потухший депрессивный и прочее то знаешь надо было как-то лечиться короче лечиться выходить из этого состояния и что-то делать и поэтому сейчас вот у меня состояние знаешь такое как я говорю я тоже горю я сейчас ну не знаю может быть как-то на очень эмоциональном подъеме и просто живу каждый день знаешь как говорят там прожить надо жить каждый день как будто он последний вот вот сейчас я делаю как-то так стараюсь по максимуму эмоции с этого дня выцепить каким-то там пусть это будет интернет общение общение с людьми где-то рядом и там здесь в николаеве дома поиск каких-то там новых идей там какие-то новые там блюдо в пище да ну вот все касаемо там одежды поездок и всего всего то есть ну папа мне может быть видно там по тем же инстаграмом да там вот например стадия американского бомжа резко вот недавно поменялась там в другую сторону там привет не знаю чарли чаплин вот как-то вот знаешь съездив в первый раз в карпаты мы поехали мы поехали же на 10 дней на машине вот и не бронировали жилье примерный курс практик она прокладывала жена как мы поедем что мы должны посмотреть ориентировочно все этому накидали загрузили там багажник вещей всего и поехали короче поехали по пути смотрели где нам там что-то понравилось почему бы не остаться еще на день да где-то наоборот проскакивали какие-то места которые мы думали что может быть будет прям дико интересно особо там делать нечего и таким образом мы покатались 10 дней но представляешь постоянная смена локации разная еда разные люди все это очень интересно разные погодные условия и и и такие адреналиновые очень моменты короче вот и соответственно приехав оттуда ну приезжаешь совсем другим человеком короче вот прокачанный с кучей эмоций впечатления кажется до сих пор ну часть фоток вот с той поездки еще не выложил вот потом получилось так что побыв немножко здесь еще не отойдя до до конца я поехал еще раз карпаты только в составе уже там моих друзей без жены мы ездили по работе там снимали какой-то материал с утра до вечера проводили в съемках и это было тоже ну крутой какой-то и опыт знаешь я никогда так не ездил и тут поднялись мы на гаверлу в дичайших погодных условиях ну не знаю может быть все так ходят но я никогда туда не поднимался и когда ты идешь просто в тумане ничего не видишь и и не знаешь сколько еще идти и постоянно идешь идешь все время льет дождь короче дует ветер а когда ты поднимаешься наверх вот и такой понимаешь и думаешь такой блядишь ради вот этого холода сюда поднимался и там мы ждали друзей мы больше часа провели на макушке на этой где но просто тебя продувает со всех сторон ну потому что ты так мокрый да ты под дождем туда поднимался и ты поднимаешься в самый такой холодный от короче где у тебя пальцы там не двигаются на руках уже все ты хочешь быстрее быстрее оттуда хоть кубарем катиться ну ты понимаешься что ты будешь спускаться тебе будет теплей вот но куча впечатлений вообще блин блин я думал что гаверла над облаками но нет у нее высота не такая большая нет так это же карпаты там же не то чтобы прям облака облака которые ты привык видеть вот здесь да там когда ты смотришь наверх на небо там же они как туманами его ночи низко стелится ты же даже на машине едешь когда по горным этим дорожкам тоже часто в туман попадаешь ну да блин на самом деле сколько я там бывал я никогда не поднимался на гаверлу то есть я как-то всегда был либо в прикарпатье либо в закарпатье бывал а вот сами карпаты как-то меня жизнь не заводила хотя есть какой-то знаешь есть какая-то цель побывать там на озере синевир посмотреть на него сделать эту классическую фотографию где ты сидишь на лавочке за тобой озеро и горы не видел таких вот как раз вот видел мы как раз вот вот когда жена ездили мы до синевира доехали то есть в этом но мы там но на озеро надо было подняться и что то мы такие знаешь вот есть что у нее наверное такая черта что у меня как-то объезжать попсовые места короче ну то есть этим никого не удивишь сами мы это много раз видели ну и что мы сейчас туда попремся лучше поехали туда то а вот там то вот так то и типа время сэкономим короче и вот будет хорошо ну и часто у нас такое и мы вот в поездку за 10 дней мы да мы же были в карпатах и в закарпатье и и мукачева и в ужгород вот я в ужгороде сейчас был второй раз первый раз я был не помню в каком году года четыре назад и типа очень проездом полдня мы там провели и он мне не очень понравился знаешь мы когда так быстро быстро проскочили что-то посмотрели статуи вот эти маленькие фигурки пофоткали а я еще с гоу брошкой бегал может быть из-за этого знаешь когда ты бегаешь в камеру только смотришь типа что надо снять ты очень много упускаешь увидел нам кучу каких-то цыганам тогда ну и знаешь и такой бля ну какой-то грязноватый там что-то вот это вот какой-то непонятная вот мукачева вот а в этот раз я мы приехали с женой в ужгород и решили остаться там еще на день потому что врубились то что одного вечера нам не хватит вот и плюс очень повезло что таня встретила свою хорошую знакомую они они общаются по instagram никогда в живую не виделись тут мы только вот остановились в ужгороде вписались помылись пошли по мосту ну вот и идет навстречу там девушка со своим там мужем это они там говорит о здравствуйте а я на вас подписано типа ну вот как-то так классно и типа дальше пошли короче а потом таня ей пишет уже типа это я вас видела это такая блин типа а я и не поняла что это ты ну и знаешь там понеслось короче и мы уже на утро договорились пересечься пересеклись и вот чем мне нравится знаешь когда ты приезжаешь там в какой-то город если ты встречаешься с местными стоит посидеть с ними попить кофе и походить по городу и ты уже видишь этот город совершенно по-другому они реально тебе рассказывают и культуру и привычки и про население и как это что было где тут что посмотреть ну и блин и мне уж город очень понравился как сказал там вот этот вот знакомый что уж город это город чешского пива классного кофе и контрабанды вода контрабанды тогда пипец да и он настолько контрабанды и там это все она какая-то такая душе цикава контрабанда знаешь она какая-то романтичная вот там есть просто такие мистики где вот именно контрабанда там завозится этот пивас там наш бочками ты там можешь там куда-то зайти ну и люди приходят и пьют и вот там сегодня ночью там только привезли вот такое потом вот это вот кофола я писал про нее даже посты блин мне настолько понравился знаешь этот напиток который я попробовал в ужгороде а в ужгороде он на каждом углу этого чешская кола блин ну это реально ты заходишь там в какое-то заведение купить там бургер и там пожалуйста кофола это там в банках бутылках в розлив там блин такой нифига себе какая-то потом пообщались знаешь ну как бы нам ребята рассказали что в ужгороде например там если тебе подали растворимый кофе то это равносильно тому что тебя обидели то есть вот именно там культура кофе очень крутая там всегда его там обжаривали и типа если ты открываешь магазинчик какое-то заведение чтобы не было в первую очередь туда покупают хорошую кофемашину потому что коренные ну местные жители до аборигены они пьют очень много кофе очень много эспрессо и и постоянно то есть и в ужгороде но люди настолько привыкши кофе то что то что на каждом углу он хороший там и типа куда бы ты ни зашел и взял чашечку эспрессо эта чашка эспрессо будет классным кофе так ты получаешь это в ужгороде ты немного отказался от поэра и попил кофейка да ну не ну ну типа это в порядке вещей мне не то чтобы я там отказался и попил я про то что мне нравится культура если бы они там пили вот так вот пиво я бы тебе сейчас так завороженно об этом тоже рассказывал вот я в ужгороде не помню пил я кофе или нет ну я не помню честно но то что я время от времени могу попить кофе особенно когда я в поездках я могу попить кофе но вот про ужгород и про эспрессо я даже не помню чтоб я именно с этим экспериментировал и там типа и сказал о да у вас там классный кофе вот этого и какие-то там травяные чаи там брал знаешь ну обычно там какой-то холодненький чай там лимонадик ну такое вот и потом же мы в магазин еще попали из где представлена твоя продукция тоже изначально и как он называется ей я честно говоря уже и не помню магазин называется ей он в ужгороде мы шли мимо и сказали типа вот это магазин носков но сначала так а потом когда зашли туда мы поняли что там не только магазин носков просто там очень много носков очень много носков всех украинских брендов на на которые носки делают и он такой блин современный это наверное вот то что когда-то хотел сделать из своей лавки я то есть представлены украинские бренды и такие знаешь но есть же магазины там концептуальной одежды есть какие-то по стилистике там собраны там где-то больше военного где-то патриотичного где-то всего подряд а тут какое-то такое трендовое инстаграм на я короче то есть просто современное простое вот то что сейчас ого там панамы да окей там сумки вот эти барышки да вот они всякие разные там кошельки пожалуйста ну вот вот все наш носки окей там там бальзамы для бороды тоже есть магнитики открыточки ну вот что надо купить там на подарок пожалуйста найдешь там всякие рюкзачки сумки и и недорого знаешь ну средний чек вот и ну блин прикольный магазин алина там продавщица классная так просто увидели девочка продает а потом поняли что уже по инстаграму что она оказывается и хозяйка всего и там они там все стикерами заклеены мы там тоже бомбанули парочку потом я уже подписался там на ее личный аккаунт на аккаунт магазин классный магазин тоже там набрались каких-то носков потом вернулись в дом добрали еще носков короче ну прикольно мне понравилось видишь прикольно желание нас очень люблю такие мистики на свой вкус подбирают то есть они вот как хозяйка и продавщица то есть они на свой вкус подбирают это прикольно а я по я все я понял и сначала знаешь у меня я вспомнил что это за магазин все я просто ты такой типа скидал фотки а у меня все время к типа блин да что это за магазин вот я только сейчас вспомнил что это за алина и все так блин просто не в плане того что у меня не настолько прям не десятки тысяч клиентов чтобы не всех упомнить но они просто из-за того что моя продукция не есть основная они закупаются раз квартал или даже реже просто они берут какой-то оптовый заказ то то что них самое популярное они уже понимают что у них точно продастся они понимают сроки годности и вот закупаются раз не ну раз три-четыре месяца в среднем поэтому они у меня не на слуху потому что есть очень много очень много клиентов которые наверное в силу привыкли знаешь точнее как вот из-за карантина на карантине не привыкли заказывать по чуть-чуть чтобы не рисковать то есть вот продалось заказать еще продалось заказать еще и вот такие заказики знаешь оптовые по две тысячи гривен такие какие-то средние типа небольшие и вот вот таких стало просто больше которые знаешь делают минимальные оптовые заказы и так далее я вот так заметил и они заказывают раз две недели я такой говорю типа ну так может больше возьмете и типа не будете за доставку переплачивать они такие ну вот видите мы разные позиции заказываем то есть нам проще раз две недели я такой ну окей окей без проблем ну то есть главное что продается я чай заказываю каждый день почти то есть но потому что я не беру опять же много потому что на чай его и и так не всегда много да и не знаешь как пойдет особенно там какие-то новые позиции там еще что-то плюс у меня есть часть часть чая который я беру на реализацию соответственно а я стараюсь держать ассортимент и никогда не угадаю знаешь он может стоять может просто прийти несколько клиентов и все выбрать сразу же ну это такое а бывает то что у меня например нет денег на закупку да и этом ничего не беру а потом они появляются я быстро быстро сразу беру вот и блин вот вот с одессы я работаю с парнями и ну практически каждый день мне едет чай то есть вот вот сегодня вот сегодня не получал вчера утром я получал позавчера я получал завтра утром я уже опять получу потому что то что пришло вчера я уже большую часть продал плюс продал кое-что еще но и ты не можешь спрогнозировать что уйдет чтобы доложить сразу когда тебе вчера посылают и вот так постоянно плачу за доставку но с другой стороны знаешь я не не загружая себя коробками тут и она как-то все так офигенно проходит знаешь там хоп пришло ушло пришло ушло там туда-сюда такая вот ну ладно чай мы чай мы еще успеем судить до плюс по вот этому вот всему лета знаешь у меня вот получилось такое что я у меня получилось вот когда мы ездили 10 дней а в эти 10 дней работать но помимо того что я своими делами здесь занимаюсь я еще работаю как соц медиа маркетингом да и оттуда я не уходил в отпуск я 10 дней отвечал на сообщение в директ там были акции короче кучу всех людей писала делали какие-то заказы это было тоже интересно знаешь ты сидишь возле палатки на закате в карпатах вокруг не души у тебя хорошая 4g ты тупо оформляешь заказы вот но вот там у меня получилось понять что когда например ты работаешь дома ты очень много времени все равно какого-то лишнего тратишь на какие-то потусторонние шумы знаешь лишние залипания в интернет какие-то там еще штуки а когда ты находишься в таком активном режиме где блин каждую секунду ты можешь проебать крутой краевит петишь на машине да и втыкаешь телефон кому-то ответить а в это время блин что-то классно проспал плюс в карпатах же такая погода что ты можешь стоять на одном месте а картинка перед тобой в горах блин каждую минуту будет меняться реально на рост и можешь просто вот настроить фотоаппарату так поставить его и тупо щелкать блин вот и поэтому получилось научиться как то вот блин ну сжать время что ли не знаю то есть я у меня классно получилось работать получилось эмоционально впечатлиться единственное что я убрал из своей жизни это видео съемку своих путешествий то есть никаких видеоблогов я как бы от этого пока отказался потому что хотелось отдохнуть самому вот и получилось что лето такое знаешь она каждый день какой-то прикольный там да я уехал да там чай купить нельзя но я об этом предупредил там 10 дней вот вы чай не купите но основном другая работа у меня все равно есть там штаны я поддержу чая успею продать потом как бы да там типа закупитесь перед поездкой и после приезда я вам типа пошлю еще вот вторая поездка была такая что жена осталась здесь вот и как бы какие-то простые заказы с основными клиентами которые меняют там кого знают дали по николаеву я скидывал ей объяснил что делать она быстренько ориентировалась и принципе работала за меня то есть мне получилось опять же ехать и в поездке работать ну и когда я приехал сюда вот опять то есть получилось что у меня знаешь такое ощущение что у меня появилось больше времени больше времени на какие-то мысли на какие-то движухи то есть я все успеваю и в то же время мне еще остается время и как-то блин это классно и я вот решил сейчас мы через там сейчас если выпуск выйдет у нас скорее всего завтра мы за за пулям подкастом то есть все короче где-то через полторы недели еще будет одна поездка в карпаты такая тоже поразуем это тоже поработать в этом сезоне нет она уже будет семьей и она не будет дерганая такая знаешь но здесь тоже останется там человек кто будет у меня поливать цветочки там то все короче ну тут по всем фронтам уже все этом мама поживет собачкой с нашего нас дома но такие короче дела а мы съездим дочку вывезем хотим показать на дочка например она не готова кататься на машине как мы да там там иногда таня там 10 11 часов за рулем как бы и нам а все интересным и как это галтил и блин туристы да а ей но не не всегда это все нравится ей нужен какой-то больше уют и мы сейчас едем так чтобы просто остановиться в одном месте на неделю прям снимаем жилье и им оттуда просто будем вы выезжать ну вот хочется сегодня куда-то поехать поедем втроем не хочется дочку оставим поедем вдвоем ну вот короче такое чтобы уже отдохнуть до конца к чему все это чтобы вот реально хорошо хорошо прям перезагрузиться набраться эмоции впечатлений больше посмотреть общение кого-то расширить кругозор вот мое нынешнее настроение состоянии мне очень нравится и хочется его продолжить а потом приехать и уже сесть и там работать на вот работать потому что скоро новый год будут заказы там надо как-то что-то планировать какие-то тоже линейки надо что-то выпустить у меня он там по мэрчу почти ничего не осталось как-то все там продал да какие-то закупки уже делать ну именно окунуться в работу потому что как мне кажется осень она опять нагнетет немножечко какой-то депрессии плюс опять прилетит какой-нибудь очередной штамм ковида опять будут будет карантин ограничения и прочая срань ну и как бы пока вот этого всего не началось надо успеть вот пожить да я согласен с тобой у меня вряд ли конечно получится но типа с тобой я полностью согласен и ты все правильно делаешь потому что летом как как в прошлом году тоже все под забили немножко хер и тут у нас будет осень опять там где-то в октябре по прохладнее станет и уже непонятно чем люди болеют то ли он кашляет от простуды то ли к вид то ли что это и начнут нам наверное опять гайки закручивать чего бы очень не хотелось потому что такая уже усталость от этого всего ну конечно вот и вот тут уже знаешь что вот это я сейчас отдыхая на все себя настраиваю на то что скорее всего это будет и соответственно ну как бизнес тоже ты немножко переделываешь трансформируешь так сказать под больше какой-то интернет запрос под тот продукт который клиенту интересен и в в умовых карантина до того карантинных обмежений ну как-то вот так посмотрим ну и плюс вот вот мне хочется не знаю я сейчас загорелся горю мне нравится плюс я сейчас у меня что же была тема со спортом что нашим этом травма на травме тут то блять одно то другое болячка на болячке ты на каждую из них обращаешь внимание получается ты ограничиваешь себя и сильно сдаешь на депресснике я жрал много сладкого ну потому что знаешь ты уже на все такое забиваешь берешь просто пачку печенья лежишь кровать и жрешь ты понимаешь то что блин будет вот потом будет все не очень хорошо вот но тебе пофиг вот а сейчас как-то я но опять же вот наверное благодаря там карпа там там чему-то еще я ну а плюс я стал читать книги аудиокниги слушать ну больше чем я когда-либо слушал короче ну как ты знаешь вот настолько перезагрузился и немножко по-другому на все это посмотрел и понял то что если я буду обращать внимание там на каждую болячку то она знаешь она как бы начинает вдвойне болеть чем больше ты себя бережешь тем больше ты болеешь вот и выбрал какой-то режим опять же благодаря там моему тренеру вот просто аккуратно работайте работать работать больше работать стараться там еще что-то ну и прогрессировать да как-то там войти в дисциплину и если у меня начало лета было такого прям расхлябанного графика я мог там и в час ночи уже лечь и проснуться даже там часов 8 что для меня это пиздец какой-то то на данный момент я опять же вошел в режим плети и ежедневных тренировок пять раз в неделю короче каждый день утренних я вошел в режим что я стараюсь заснуть до 22 00 что я просыпаюсь в 4 45 без проблем сейчас и у меня еще появился второй тренер классный по питанию то есть диетолог и у меня сейчас прописано питание мы такой проводим эксперимент то есть я сейчас типа правильно ем ем даже больше чем ел раньше но контролирую то все то что я в себя вкидываю и тренируюсь и блин и это настолько дисциплинирует это так классно короче на то что вообще чувствуешь себя совершенно другим человеком а после того как я как юрка сбрил усы волосы вообще какой-то знаешь просто ты 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 именно эти мышки а там стало просто я теперь другой на самом деле волосы так оказывается старят длинные волосы я же отращивал тоже я за три месяца до плеч отрастил где-то и в мае со стриг все в результате я сравниваю фотки на 1 на старой фотографии с длинными волосами этот умудренный опытом дед какой-то на другой фотографии с короткой стрижкой тупо пшкет с бородой знаешь как как фильме старик хаттабыч когда это мальчик с бородой а мне просто это ну понравился сам стайл да там ты такой на венсах шорты у тебя там какой-то snapback вот эта борода длинные волосы и ты такой вот именно австралийский серфер и до австралийский серфер или там не знаю американский хардкорщик блин какой-то такой вот именно не хватает только выигрывающих волос если чтоб серфером бы хотелось и еще больше этого больше бороды больше волос а потом наш какой-то момент и такой сам стал задуматься тем то что что-то я очень сильно захоботел короче типа типа знаешь такой блин ну какой-то прям вот тут вот прям бомжара я понимаю что это переходный переходный этап и то что наверное через год я буду прям ого-го какой там брутальный блин не знаю рок-музыкант ну блин она знаешь а ну вот она просто приедается и уже такой знаешь смотришь на фотки на которых там тебя сфотографировали или ты там где-то в кадр попал и такой все люди как люди а я бомб знаешь такой вот и у меня как бы эта мысль была на такую не я ничего не буду с этим делать там тра-та-та а потом что-то как-то жена мне сказала что вот типа хоть бороду бы постри кота как-то выглядишь уже не очень потом кто-то еще и это ку понял то что в их словах я нахожу подтверждение своим мыслям то что наверное надо что-то делать и я такой написал барберу говорю надо обновиться короче но я шел к нему с другими мыслями как бы я хотел оставить вверх но не не волосы знаешь была даже мысль да вот это вот сбрить по бокам там и хвости куда-то доставить а борода чуть покороче потом была мысль просто борода вообще сбрить оставить волосы короче на какие-то такие или или литл биговские вот эти темы а потом что-то пришел к нему мы обсудили он гречас чувак я тебе сделаю и он такой говорит 13 чего-то миллиметров я говорю нет так нельзя вот я просто хотел вверх оставить на чтобы глины укладывать там какие-то там взял референсы апперкатовские там с их профиля там что-то еще но короче в итоге получилось что получилось я такой понял были на так даже 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 круче ну такой знаешь прям коротко-коротко и после этого я вот просто к нему пришел такой просто постригся просто пришел домой никто не ожидал что это будет настолько короче радикально блин таня такая ничего себе типа у нас новый папа говорит дома появился вот ну и я такой знаешь я сам к себе не привык я надеваю на себя все свои снэпбэки блять такое ощущение что какой-то грибок блин гномик знаешь ну-ка снэпбэк поглощает половину головы сразу же такое надеваешь он какой-то сразу огромный и пол башки нет и я даже не знаю как в них ходить и она это все посмотрел немножко только подумал думаю надо будет что-то придумать короче вот и тут вот же еще одна одно событие в этот живот в это время когда я стал раздумывать как же минусе снэпбэк мне пишет мой забыл короче с от жени синельникова с передачи вот которая была дома лучше да до этого там орел и решка там и прочего мус мус человек который занимается проектом он там продюсер я так понимаю пишет мне могу ли я вас набрать вот а до этого у нас был такой разговор то что он делал публикацию в facebook и писал то что мы типа поедем по югу украины и нам интересные типа крафтовые какие-то представители крафтовики кто что делает и ему там стали тегать и меня тегнули просто типа то что любомир борода должен знать я накидал там в каменты ну типа вот кто занимается там ножами сыром там какими-то сувенирами кожи кожу там делает еще что-то там то 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 вот и он мне просто потом написал там по одному человеку говорит он не выходит на связь можете мне его телефон дать типа он facebook не отвечает я там нашел телефон дал ему телефон и вот в этот день как раз когда я постригся сижу он мне пишет то что типа вот мол а можно ваш телефон я говорю я не люблю разговор по телефону пишите что там вам надо и мне говорит то что типа ну нам вас подсказали как человека который вот знает про крафт и типа у вас есть своя крафтовая лавка игру но она не совсем крафтовая стал объяснять короче что у меня и как он говорит чувак ты именно тот кто нам нужен и да и так и так говорит мы хотим прийти посмотреть что-то поснимать пообщаться и я только знаю что такое в голове дома там но там в середине месяца этом поеду в карпаты а тут то 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 такой говорю но в принципе можно а когда говорю потому что я не всегда в городе и он такой пишет типа так мы говорим ты же типа в николаеве и и короче через пол полтора два часа они были уже у меня нормально я такой ошарашенный такой нифига себе ну и классно мы да там пообщались ну и это их новый проект этом крафтовые мандры они ездят по украине вот захватили сейчас южный регион сейчас на данный момент они находятся в карпат но не в карпатах на западной украине сейчас вот я вчера видел вроде они там по львову вот в карпаты поедут то есть они именно рассказывают про все что делается в украине вот ну крафт крафт своими руками какие-то небольшие производства как раз всякие сыроварные там гончарные мастерские винодельни и пива скрафтовый короче ну вот такое вот а у меня получилось что знаешь я им сделал такой какой-то на спойлерить не буду но какой-то обзор как раз вот включая и тебя и производителей которые представлены у меня здесь я им порассказывал вообще за культуру почему мне это интересно как она здесь происходит в украине как она происходила там тра-та-та с чего начиналось как это сейчас выглядит ну и потом погулял с ними по николаеву показал несколько интересных мест где можно там посмотреть тоже на продукты так сказать крафтовые вот как-то так ну слушай прикольно совпало ты постригся и они на связь вышли узнаешь что-то когда все идет своей я говорю если бы я знал что вы приедете я бы лучше было лохматым я им просто фотку показываю типа говорю вот такой я бы был там внутри часа назад ни хрена себе ну не я просто знаешь хотел подвести что если все идет своим чередом то знаешь но как-то само по себе складывается прикольно видишь немножко как это ушел этот какой-то депрессивный к видный фон и ты съездил в горы вместо силы подзарядился так что знаешь все про все идет своим чередом и все идет правильно единство тысяч вот это проспорт сказал что у тебя сейчас уже два тренера один просто второй по питанию думаю ну ты дикий мужик вообще если я себя не могу заставить за зал летом пойти просто потому что жарко ты себе еще второго тренера взял но тут не то чтобы я взял второго тренера я как это сказать я хожу в клуб часто и я ну как бы люди которые там тренируют которые там занимаются есть своеобразное такое у нас как комьюнити до такой family мы часто вместе вне зависимости там от тренировок и тот кто прописывает питание это хорошая подруга которая просто сказал а давай попробуем ну то есть мы как-то взаимодействуем сотрудничаем она мне помогает по питанию я и помогают там в каких-то других моментах вот так то что я там себе нанял к нет я понимаю человек который занимается питанием да она прописывает именно все вот эти рецептуры там что как взвешивать кому как есть это контролирует я и каждый вечер сбрасываю там с приложухи с одной все что я наел короче ну там сводку каждый вечер и вот там ну будем там ну ей есть определенные корректировки которые происходят через определенный временный периода там питаешься тренируешься потом делаешь срез смотришь что там что убрать чего добавить поехал дальше и в чем весь этот плюс то что эти люди что один что второй они с одного клуба они видятся каждый день вместе они вместе видят меня и соответственно это такой классный тандем понимаешь то есть один знает то что мне рекомендует другой да я понял в плане питания она ему говорит то что вот так то и так то вот сейчас давай попробуем вот он соответственно валера там смотрит ага значит пусть он сейчас вот делает так то так то так то носа грузит меня исходя из того как и питаюсь ну прикол же в том что ты все равно пошел на это то есть то что ты придерживаешься этого режима у тебя хватает и силы воли и желания этим заниматься потому что у меня достаточно большая проблема с тем чтобы себя заставлять что-либо делать точнее как у меня всегда есть очень большая отмазка моя моральная отмазка перед самим собой что я и так много работают вот и эта отмазка ну к сожалению или не знаю к радости она работает очень часто то есть я на какие-то сторонние вещи и в том числе отдых забиваю потому что сам сказать ну типа я же работал много сегодня могу никуда не идти может могу просто поваляться на диване с джойстиком руках условно то есть есть вот такая проблемка небольшая то есть я вижу что как бы работа то у меня достаточно как это не сильно затрачивает много калорий что я все-таки двигаюсь не так много а потребляю калорий к сожалению больше чем затрачиваю плюс иногда любитель крафтового пива попить и так далее и все это накапливается и с каждым месяцем там или кварталом я физически и все меньше себе нравлюсь и скорее всего просто наступит какая-то критическая точка когда я такой ну все пора пора все-таки в зал идти и это будет знаешь на тебе тебе надо просто на зал посмотреть может быть под другим ракурсом то что это не не что-то такое сложное и надо себя заставить у меня например он в радость и я как бы жду ну вот я засыпаю такой думаю блин класс сейчас проснусь и в зал ну то есть для меня это не то что блять еще зал надо с утра а наоборот но сегодня там по после зала сразу договорились как раз там с таней сделать фотосессии небольшой но мне было интересно пофоткать ее плюс этом появились какие-то носки я говорю давай носки на тебе пофоткаем короче ну и мы так договорились то что типа утром тренируемся после этого фоткаемся и я для того чтобы фоткать носки потом взял себе скейт у меня до зала идти вообще не ну как бы недалеко но я такой еще взял скейт там катнул его на нем немножко проехал короче с утра прикинь такой чувак около семи утра уже на скейте едет в зал заниматься ну классно потом как это фотосессия да потом на этом же скейте нам назад домой короче такой весь мокрый футболки то что ты там потренировался вот все кайфово там что-то надо она нужен второй завтрак потому что я там использую истратил калории тут мне надо то-то то-то короче вот жене это нравится то что знаешь когда ты начинаешь питаться правильно ты начинаешь есть разнообразную пищу они блять что холодильнике нашел то есть соответственно это разнообразной пищей ты подгружаешь холодильник чтобы тебя ну и это и это интересно то есть я сам да там что-то себе готовлю вот для того чтобы она была разнообразная чтобы там и жиры какие-то были да и там и еще что-то еще что ты такой ага где взять блять жиры так гуглишь о нифига себе там хага надо вот эту штуку давно не ел короче там пошел в магазин докупил добрал блин и она классно когда ты это заводишь в дневник питание да это еще интереснее то есть но это как знаешь как игра в тетрис тебе надо сложить пазл у тебя вечером там по граммам должны там примерно совпасть определенные параметры и ты короче такой надо тогда 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 тут не пропустить тут этого добавить ага что-то углеводов много все ничего мучного там никаких макарон быть не должно сладкого там наверно тоже тут отдавая еще пару и сожрём ну так знаешь она она интересна я как бы от этого кайфую плюс когда я занимаюсь там спортом готовкой мытьем посуды да вот какими-то такими делами я мы в это время могу слушать книжки и это были тоже охуенно видишь ты прав про настрой потому что у меня первая эмоция по поводу всего этого даже не то что мне лень лень наверное все-таки более второстепенно а то что я думаю вот так это будет капец как скучно ну то есть понял вот беговая дорожка для меня это самое скучное что может быть орби трек даже не такой скучно как беговая дорожка я начинаю думать о том что условно надо кардио делать там больше получаса я сразу все у меня все опускается у меня так скучно не пробовал ставить телефон включить что-то в ютюбе надевать наушник да я я пробовал но я когда это делаю я все равно себя ловлю на мысли через какое-то время о том что типа я делаю какую-то однообразную хрень и мне капец скучно и когда это уже закончится и так далее но это такое ну в общем есть какой-то такой у меня прикол возможно надо чем-то знаешь от этом возможно надо как-то увлечься потому что я что-то вспомнил я подписан на есть такой чувак в инстаграме лисов вокалист группы джан-эйр и он сейчас какое-то отношение имеет к литлбик в литлбик он так у него намазан черным рот все время гутелином каким-то губы намазаны вот он на лисов в инстаграме прикольный чувак интересно у него там есть исторические рубрики о питере он интересно рассказывает в общем ну если кому интересно он толковый мужик мне нравится типа его stories там и так и контент который создает то есть не литлбиковский контент а именно его личный и в общем он пошел сейчас зал и вот у него какие-то похожие эмоции как у меня понял то есть что ему скучно не интересно хотя он сам по себе длинный худой тип то есть он пошел зал просто типа для каких-то своих целей может подкачаться немного и вот ему кто-то посоветовал что как это удовольствие от спортзала начнешь получать через 30 дней ему кто-то написал комментариях у него сейчас челлендж челлендж он там каждый раз когда идет зал он постит там 25 дней до получения удовольствия от спортзала там потом следующий раз там 20 дней до получения удовольствия от спортзала ну или от занятий спортом я такой слежу думаю так но если на 30 день он начнет получать удовольствие условно под конец то еще не все потеряно но у него тут мне кажется но это же зависит от того что за спортзал и наверное какой у тебя тренер и что за люди тебя окружают возможно мне проще от из-за того что я не прихожу в неизвестное мне место понимаешь ну да у тебя там прям место у меня у меня есть типа такой вот час я вот это вот там карточку трекнул короче да мне надо вот сейчас пойти час позаниматься такой пришел кругом какие-то люди а ты такой сам в наушниках какой-то зажатый там что-то ходишь какую-то программу выполняешь так и возможно ну да не то да когда ты приходишь зал и все кто там в принципе ты их всех уже знаешь нужно как-то там у меня там есть люди ну папа залу очень много знакомых они там и ко мне приходят и там чаю попить и что-то там купить короче там я хожу их там фотку всякие спортивные мероприятия в которых они участвуют там стараюсь где-то что-то ну как-то вот она вот вместе да мы общаемся и это ну соответственно ты приходишь как домой да да думаю ты прав я думаю это немаловажно также потому что когда я ходил спортзал а я ходил спортзал где-то в 2018 году прям вот серьезно но и у меня тогда мотивация была в том что я за отвалил кучу денег за абонемент и я должен ходить ну и конечно же я под у меня была какая-то критическая . что я под запустил себя и мне хотелось это исправить то есть я себя мотивировал в том что и жирный ублюдок знаешь через злости пожирный ублюдок где занимайся типа сколько можно вот это ходить поднялся на 3 на 3 этаж и запыхался типа это не никуда я тогда конечно походил и тренеру платил ну это меня тоже подстегла потому что кучу денег отваливаешь должен быть результат и вот я через злость себя тогда мотивировал типа я сам себя как-то ну типа условно оскорблял внутри типа и давай двигайся жирная и я шевелился и тогда у меня была лучшая форма я тогда при своем росте у меня где-то метр девяносто пять я тогда дошел до 100 килограмм то есть я там у меня моя худшая форма наверно было сто двадцать четыре то есть я такой уже был высокий но обрюши я тогда похудел до сотки у меня типа какие-то плечики то появились какие-то банки условно небольшие там потому что я ничего не жрал ну то есть я не жрал никакую не химию не пил никакие аминокислоты просто зал ходил и пытался просто хавать как-то ну где не было никакой жесткой диеты то есть но я просто старался не хавать там хлеб сладкое вот так знаешь типа банальные вещи типа больше овощей и фруктов вот такого без какой-то без каких-то просчетов там типа минимизировать сладкое ну какие-то банальные такие вещи типа не жрать на ночь там не жрать после там шести условно и вот я так и похудел и какую-то небольшую форму приобрел даже и чувствовал себя вот мне нравилось то что чувствовал себя просто лучше и высыпался лучше и легкость какая-то небольшая появилась а потом что-то не знаю я что-то куда-то вы поездки начались какие-то зимой праздники все эти новогодние оливье вся херня и с того времени начал потихоньку под запускать форма продержалась может полгода где-то а потом что-то какие-то знаешь моменты ковид на ковиде я много алкоголя пил и все и все это превратилось то что я сейчас опять набрал килограмм 10-15 и меня уже опять становится некомфортно ну но еще не наступил этап чтобы я себя знаешь обзывал то есть вот скоро он должен наступить и скорее всего я буду через злость все делать но возможно как бы это возможно это мой путь знаешь кого-то знаешь кого-то похвала мотивирует кого-то я не знаю угрозы какие-то у меня какая-то внутренняя сама самобичевание знаешь сама мотивация вот такая будет возможно это мой путь но я смог по себе смотрю как бы знаешь когда я блин я уже четвертый год за ухожу вот когда усиленная тренируясь и нету никаких вот этих травм и болячек и ну блин я чувствую себя намного круче намного круче мне интересно знаешь ты все у тебя сразу куча идей ты какой-то креативный блин выносливый даже вот прошлый год мы там летом катались когда тоже с друзьями мы там с палатками выезжали просто помню когда знаешь там надо как подняться на какой-то холм возвышение ты спокойно берешь там тюки вот эти с палатками со всякими делами легко поднимаешься тянет не отдышки у тебя нету никакой боли в мышцах да и наоборот просто приятное такое о тип кайф там кровь пошла и после вот этих ковидных всех вот этих тем да когда я так нормально подсдал вот даже даже гаверла сейчас хотя я до нее уже стал заниматься вроде да но все равно я иду и просто мне ну мне было тяжело именно у меня болели ноги короче они очень сильно забились все эти квадрицепсы ну потому что это все как бы с непривычки и организм все-таки ослаблены и ты такой понимаешь ну вот ради чего стоит тренироваться потому что как бы годы идут ну вот и они уже ну как бы знаешь там пятый десяток он там через шесть лет будет 50 лет и соответственно ну блин если не следить за своим здоровьем то можно очень быстро скатиться и вообще невозможно будет выправиться а так как сейчас у меня ну вот есть вот это вот мои 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 текучая дат текущее состояние мне нужно его как минимум поддерживать ну а как максимум я хочу сделать себя еще круче то есть вот мне интересно да там у хотя когда-то рассказывал там посмотреть там на серёжа михалка да там в 52 года блин он сухой крепкий спортивный ну это ж классно это это блин мотивирует в первую очередь тебя во вторую людей которые тебя окружают как бы плюс люди которые тебя окружают заряжаются и тебя эмоционально также подпитывает и мотивирует но и ты но это жизнь это жизнь именно не ходьбы по аптекам а блин ну вот вот с желанием там путешествует там что-то блин как-то вот ну не знаю ну вот жить в кайф ты хорошо так что чтобы но мне вот именно вот это меня подстегивает мне хочется там даже пасу по своему телу да там что-то что-то с ним сделать чтобы ну блин чтобы она была более подготовлена к каким-то жизненным испытаниям но я хочу еще больше путешествовать куда-то ездить там справляться с какими-то там неурядицами своими собственными силами и своим умом да там ну как то вот вот почему сейчас у меня такое наверное активное пошло там изучение языка спорт там подражи что-то там в плане бизнеса тоже я все время все перестраиваю перекраиваю и вот ну ты наверно заметил да то что я такой неусидчивый у меня все время все меняется и я не создаю каких-то глобальных гигантских проектов потому что наверное вот образ жизни такой знаешь что что блин я не могу что-то большое грандиозное строить знаешь как вот люди некоторые там меня бизнесе бизнесмен и чем больше денег он зарабатывать тем больше денег ему надо и тем меньше он старается их тратить потому что ему надо чтобы у него их было больше и он такой ходит с барсеткой блять на дорогой машине вылазит оттуда еле жопу оттуда вот скидывает короче барсетка подмышку у него вот это за запотевшая рубашка на нем висит блять которая стоит там как самолет вот пот течет он там салфеткой вытирает а ему блять всего 27 лет но такое какое-то знаешь и подойдет в какой-то дорогой ресторан и наху он вообще сам себе нужен и вообще в этом мире но вот по сути да ну какая какое-то вот недоразумение и мне вот такое не нравится и вот он работает для того чтобы у него были деньги и блять потому что ему надо их еще больше 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 а потом взял и умер короче потому что он не следит за собой и соответственно у него сердце остановилось а хочется как-то вот за жизнь повидать больше и в ну куда куда все вот это глобально то есть закопать себя в зарабатывание в пол в полный контроль над своим финансовым состоянием я не говорю что это этого не должно быть но я всегда думаю о том есть у меня деньги или нет но как-то стараюсь более быть гибким что ли да да у меня к сожалению редко короче короче у меня такой по блять стадия подростковая затем затянувшиеся очень надолго такой типа тут купил продал ты что ты сделал продал тут подарил хуй с ним короче классная штука мне самому нравится о кафола в ужгороде бля все надо в николаев привести купил несколько коробок привез к фолла у меня продается теперь пробуйте все большую часть сам выпил вторую часть про раздарил но зато это это класса то я несколько постов написал по поводу того что это за хуенный напиток короче сами я просто кайфанул мне вот так нравится блин рад рад что у тебя сейчас такой период потому что мы когда общались весной мы обсуждали что тебя вот эта депрессия пусковидная и сказывается она и на твоей жизни на твоей мотивации и я рад что лето и в целом случился вот этот переломный момент и ты просто пыши щас энергией я на данный момент себя оцениваю такие знаешь сейчас я я просто спокойно как этот как самурай сейчас у меня есть я же после подкаста побежишь просто на пробежку конечно нет я знаю как самурай у меня нет цели у меня есть только путь вот я иду по своему пути типа создавать новые какие-то штуки потому что я знаю что я там закончу запущу бородатую линейку я начну типа потом приводить в порядок у линейку для волос закончу с линейка для волос надо будет привести еще что-то в порядок и у меня вот этот путь он бесконечный потому что я сам меняюсь ну и старею в том числе но я надеюсь что все-таки приобретаю опыт и меняясь с этим опытом я я это и я не начинаю менять свой продукт потому что я нахожу в нем какие-то недостатки в итоге и в этом и есть наверное вся жизнь не ноги в плане работы в плане того что что-то менять вокруг себя и в своем продукте и в целом быту в жизни и так далее вот такой у меня итог звучит как тост да да выпьем же за это но у меня тут кофе рядом стоит к сожалению растворимый поэтому я все равно немножко я смотрю на таймер до полтора часа я думаю мы на достаточно мажорной ноте закончили да мы можем вот сегодня уже типа закончить вот но я так понимаю судя по нашей размове у нас есть много о чем поговорить плюс если мы следующий будем писать украинскую мову то это вообще будет какая-то потешная бомба мы можем попробовать углубиться в какие-то описания там возможно может у тебя какие-то истории были смешные при путешествиях на западной украине и в целом знаешь вот у меня есть какое-то восприятие западной украины такое оно какое-то милое достаточно в плане людей там и так далее еще вспомнил у меня у нас с друзьями была смешная игра ну с моими русскоязычными друзьями которые вот именно русскоязычные никогда не изучали украинский язык это сказать им какое-то слово на украинском языке чтобы они угадали его значение ну потому что есть много слов которые есть только украинском языке ну там условно не знаю сейчас там на скидку приходит к нибудь полу нытья ну например то есть полу нытья в русском языке это клубника то есть и многие русскоязычные никогда не слышали этого слова и они такие что что это может быть или там есть полу нытья а есть поля нытья понял типа слова созвучные но это абсолютно разные значения и таких слов можно много накидать и ты такой говоришь просто и русскоязычные обычно начинают просто ну знаешь на ассоциациях просто работать это очень угарно можешь попробовать если у это такие знакомые или я могу даже как-нибудь типа накидывать пару слов там просто мы как-то даже создавали список таких слов я уже не знаю где он заметках у меня висит есть много угарных моментов мы можем следующий подкаст прямо с этого начать поиграть и поразмолить украинскую оба русского спробуем а я думаю мы не будем затягивать так то есть мы робо эмоции я думаю мы не будем затягивать да то есть мы где-то на следующей неделе ты планируешь следующий выпуск или через недельку как как тебе дивись я свалю а точно я я извини я моменте забыл ты же уезжаешь на полторы недели тогда получается недельку так после но после это будет аж конец месяца ну давай так если у нас то время не получится или которые которые забирают следующие выходные которые будут насколько я понимаю день государственного флага день незалежности давай так давай не будем обещать конкретную дату нашим слушателям давай так если получится то перед твоим отъездом если не получится то после если перед будет круто по времени если получится если не получится и будем записывать после то ты возможно вернешься с большим знанием языка да вот мы можем может быть если у меня будет время перед отъездом это там ровно через неделю 12 числа в четверг но блин может быть просто большой загруз знаешь когда ты последний день то что хуй знает вот можно попробовать ну посмотрим как она будет может быть будет затишье мы запишем либо да уже после но после я приеду опять же да вот че я я просто неделю проживу с гуцулами с гуцулами круто но ты же понимаешь что у гуцулов у них вообще там свой язык ты там с ума сойдешь а ними они я же там у них уже жил пару дней они гуцул с гуцулом разговаривают одной мовой а с тобой другой мовой но не российская то есть у них все адаптировано когда они между собой разговаривают вообще ничего не поймешь они к тебе более снисходительно относятся да по-своему по-своему когда они говорят они говорят во первых очень быстро и и пиздец я вот в этот раз ездил гора синячка это в еремче в принципе да но очень высоко мы там поднимались на нее там работают укр на авто стоит база и там нефтяники вот и и чуть выше есть колыба где роблять сыр и там ну вообще никого нету кроме этой колыбы в которой две бабушки працю и пастух с коровами там козами и всеми делами и вот так как разговаривает этот пастух его даже местный егерь плохо понимает прикинь егерь с ним разговаривая украинскую но пастух говорит такие слова что он сам не понимает он там типа нам говорит я сам не не разумею еще он говорит ну а у них вот это они вместо так да вот там они говорят еще это так прикольно у них вообще это верховинский он вроде именно такой прям от гуцульска блин горный вот потому что там живет этот пастух знаешь его окружают только коза короче я не знаю с кем он вообще там общается и у них совсем другой вообще другая мова она даже цикала короче вот если съезжу и после этого мы сразу запишем будет круто а еще принципе мы можем с тобой его записать даже прям когда я буду там потому что там у меня вписка с хорошим интернетом прям в карпатах с красивым видом с тишиной со всеми делами я просто могу взять также микрофон также вечерком сесть например мы с тобой покаляка будет прям этот репортаж с полей нашего да наш я думаю я думаю вот именно таким образом мы его и запишем наш выездный выездной репортер любомир борода да это еремче просто еремче не туристично и вот местная знаешь то есть там есть еремче такая как ялта да вот где все туристы там заклады там всего вот дела дороги хорошие рынки сувениры а есть еремче где местные живут с частным с частными домами да там плохими дорогами короче и всеми этими делами вот мы именно вот там будем жить понял круто тогда договорились значит сделаем все красиво и на ридней мове як мы думалось добры дякую дужи рад быв слухать поспілку ваты бтбе это вид ребят обалит просто тб моличева ничего в тобой рано чи пиздно вдасться блин я думаю будет уже смешно все до побачьем это побачено да я знаю я знаю я не несколько фраз которые надо говорить, до побачення, на все добре, гарного настрою, на добра ночь, и давай, сделаем это. Будем, что нужно. Да, будем. На все добре. На все добре. Дякому, что нас слушали.